сколько микромолей находится в белом свете для набора вот именно зеленой массы то есть больше подходят синие спектра для растения это тоже плохо просто напросто не захлебнулись в отходах и иногда в таких теплицах немножко жутковато ходить добрый день дорогие друзья сегодня мы решили продолжить разговор по поводу освещения один из довольно частых вопросов которые там задавали по поводу белых светильников насколько они эффективно работают для выращивания растений а в одной из прошлых роликов мы эту тему затронули потому что мы говорили по поводу почему растения зеленые и коснулись белого света вот а в этом я хотел рассказать как просто посчитать сколько микромолей находится в белом свете как мы знаем белый свет это сложный свет который состоит из всех видимых спектров и белый свет по-другому это фотоактивная радиация это видимый спектр который затрагивает от фиолетового до красного то есть все основные спектры или частота от 380 нанометров до 700 нанометров далее уже идет инфракрасное излучение а до 380 это идет ультрафиолетовое излучение основной свет который попадает к нам на планету и которые участвуют во всех биологических процессов это естественно белый свет и все основные осветительные приборы которые у нас есть они также сама дают белый свет единственное белый свет имеет разную температуру светимости 2100 градусов кельмина до 6500 и если мы берем 2100 это довольно называется теплый спектр то есть 2100 3000 4000 нейтральный а дальше 5-6500 это считается холодностью теперь более подробно про них то есть теплый спектр мы получаем тогда когда у нас много красного и оранжевого в этих спектрах и именно теплый спектр очень хорошо подходит для растений цветущих потому что там много красного и им он нужен для созревания плодов то есть красный непосредственно участвует фотосинтезе если же берем холодные цвета холодным много синего то есть там как бы если берем спектр то там идет пик синим спектром поэтому часто холодные спектры используются для выращивания салата для набора вот именно зеленой массы то есть больше подходит синий спектр но в любой составляющей от белых спектров белого света есть зеленая составляющая в чем нюанс то есть зеленый свет в фотосинтезах участвуют значительно меньше и для растений он используется значительно меньше поскольку пик светового потока в солнечном спектре приходится именно на зеленый то есть его очень много и чтобы растения могли регулировать процессы фотосинтеза при больших скачках световой интенсивности то есть она меняется в за день может меняться примерно в сто раз для этого растения вырезают зеленый за счет того что листва имеет именно зеленый цвет а это то что она отражает поэтому зеленый практически не поглощается растения теперь переходим ближе к белому свету то есть если мы возьмем подымем различные издания научных лабораторий которые постоянно работают со световым потоком изучают фотоактивную радиацию то простая оценка от ппфд показывает что упрощенный момент расчета то есть белого спектра светимости переводя на микромоле то 1000 люксов освещенности поверхности это примерно 15 микромоле и далее мы можем спокойно посчитать что если нам нужно чтобы растения нормально росли и развивались светолюбивые то к примеру если там возьмем томаты которым нужно там порядка 300 микромоле то нам нужен световой поток белого света порядка 20000 люксов то 15 умножаем на 20 получаем 300 микромоле вот когда у нас есть световой день и на солнце мы можем и 30 тысяч люксов получить в принципе есть такие дни когда светимость порядка 50 тысяч люкс но это уже идет процесс угнетения световым потоком для растения это тоже плохо много света это тоже плохо потому что это то же самое что к примеру на стандартный электроприбор мы подадим не 220 вольт да там а 380 вроде то напряжение больше должно быть лучше но на самом деле мы просто-напросто можем испортить прибор то же самое и с клеткой если много как количество большое светового потока то есть то идет угнетение часто растение начинает просто-напросто прекращать фотосинтез глушить его да для того чтобы клетки просто-напросто не захлебнулись в отходах продуктах окисления это тоже самый кислород но для простоты просчета надо понимать вот если у нас есть 200 тысяч люксов светового потока близкие к солнечному свету то у нас примерно 150 идет микромолей на метр квадратными получаем световой активности плюс-минус это в микромолях это то что будет поглощаться растениями потому что если мы берем ппфд то есть фотоактивная радиация которая попадает на растение то она отличается от той которая поглощается за счет того что растение вырезает вот зеленую составляющие и она не нужна за счет нее она как бы регулирует световой поток который участвует фотосинтезе поэтому для простоты просчетов можно использовать 15 микромолей есть некоторые нюансы это зависимости от температуры светимости светового источника меняется и количество микромолей потому что к примеру в теплом свете примерно на 15 процентов больше микромолей чем в холодном спектре то есть если берем то 2100-3000 в нем микромолей которые участвуют непосредственно фотосинтезе больше где-то примерно на 15 процентов то есть там не 15 микромолей будет на 1000 а примерно 17 холодном свете там где-то 15 то есть есть шкала ее можно посмотреть то есть в открытых источниках более подробно то есть начинают википедии и заканчивая там научными различными изданиями которые вот это все раскрывают следующий момент который надо понимать что для разных растений и спектр светимости тоже нужен разный поэтому если вы хотите досвечивать обычными осветительными приборами то смотрите в сторону приборов с теплым спектром это там 2100-3000 градусов это очень хороший спектр который подойдет для цветущих растений для таких томаты огурцы вот для салата в принципе подойдут светильники с холодным спектром светимости фотодиодные светильники в них в чем плюс что вот зеленая составляющая которая часто доходит до 30 процентов вот в спектре ее стараются убрать чтобы сместить светимость в синий и красный спектр то есть часто бывают только синие и красные светодиоды тогда вот зеленой составляющей практически нету иногда в таких теплицах немножко жутковато ходить потому что все растения выглядят черными из-за того что они не отражают цвета зеленой составляющей и они как бы темные но при этом они максимально поглощают спектр тот что дает фитодиодные лампы поэтому даже если у вас нет фитодиодов можно досвечивать и белыми главное чтобы в процессе всех этих действий с освещением мы получили тот урожай который хотели и который бы принес нам или коммерческую выгоду или удовлетворил личные потребности экологически чистом продукты которые вы самостоятельно вырастили поэтому живите в гармонии с природой в ритме прогресса подписывайтесь на наш канал и всего вам наилучшего спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!